Собственно, у нас такой уникальный кораблик, потому что я не планирую этот фильм показывать больше нигде. И у меня такая вот интимная внутренняя с ним договоренность с этим фильмом. Кто пришел, тот увидел. И все. Такие вещи, мне кажется, нельзя с ними бегать и как-то протягивать людям на вытянутой руке. И я очень рад вдвойне и втройне тем, кто сегодня пришел. Она, по-моему... А, подожди, момент. А, я не на ту кнопочку нажал. Все, 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 все. Нет, надо вот это все и меня. Оно правильно стояло. Оно настроено было. Понимаете, я 12 лет путешествую по Индии. Удивить меня, как вы понимаете, непросто. А потрясти, ошеломить, свалить с ног – задача, в общем, не из легких. Так вот, я вам скажу, что вот впервые с Теямом, вот с тем, что вам предстоит увидеть, это произошло со мной. И я думаю, что я не оправлюсь до конца своих дней. Поэтому передо мной сейчас стоит сложная задача по нескольким параметрам. Во-первых, очень быстро, чтобы не занимать время и оставить какую-то часть этого времени для нашего разговора с вами, потому что мне хотелось бы услышать и вас после фильма. Мы поговорим, я надеюсь. Вслед за мной Наташа Исаева, о которой я еще скажу, скажет несколько слов. Вот, и дальше мы посмотрим фильм. А, уже идет. Это вот перелистываются фотографии, чтобы у нас был такой, знаете, как у греков в лабиринтах, был такой вот дромос, вхождение, медленное вхождение и адаптация к тому, что вы будете смотреть. Это вот такие вот снимки. Так вот, сложность вот в чем. Не просто лаконично сказать о предстоящем, но даже если бы у нас было часов 20, я думаю, мы бы не уложились. Потому что явление очень сложное, многомерное, с одной стороны. С другой, древнейшее, уходящее на тысячи-тысячи лет вглубь времен, малопроглядное, о котором информации нет или почти нет. Во всяком случае, все мои попытки в английском пространстве собрать информацию, ее можно было бы уложить на полстранички. Вы понимаете, явление мирового, высочайшего уровня по всем параметрам, вот такая вот куцая информация, ее нет. Я думаю, что на индийских языках, и в частности на языке малаялом, на котором говорят в Керале, где, собственно, и происходит Таям, и где он возник, может быть, можно было бы собрать больше информации. Но не уверен, не уверен и не удивился бы, если и там ее немногим больше. Потому что это Индия, понимаете, это совершенно другое отношение к ценностям. Там может стоять храм неслыханной красоты, там, тысячелетней или там полутора тысячелетней. Он вот прохудился, как кухня или как на даче у нас какая-нибудь там, сени на даче. Они взяли его, снесли, перестроили и поставили новый, потому что это хозяйство. А ценности не здесь, как у нас расположены, ценности вот здесь. Это в твоем дыхании, это в твоем сердце, это в твоем отношении. Вот здесь этот храм стоит. Поэтому сколько раз я в Индии с этим сталкивался до слез, но объяснить этим нельзя. Я прорабу одного снесенного храма, я полгода назад видел фантастической, небывалой красоты храм. Я приехал через полгода, храма нет, все вышвырнуто, и они строят новый. Я говорю, у тебя мать есть? Есть, он говорит. Я говорю, ну отруби ей руку, поставь новую. Но он не понимает, он улыбается, он ребенок, он в другом измерении находится. Вот так вот сталкиваются неразрешимо восток и запад. Поэтому, что рассказать о Ти-Яме? Слава Богу, что это за спиной происходит, а то бы я влипал каждый раз в эти кадры. Значит, Ти-Ям – это одновременно и название самого языческого, магического, древнейшего ритуала, которому трудно сказать сколько лет, но более трех тысяч точно, который предшествует индуизму. Это вообще невероятно, в какой-то степени доарийскому ритуалу. Вот этот ритуал сейчас в почти неизменном виде происходит. Вот мы здесь сидим, а там он происходит. В неизменном виде. Это в голове не укладывается. Это, представьте себе, там, я не знаю, античная драма, да? Это античные трагедии. Где-нибудь в глухой деревушке греческой вот сейчас в эту минуту происходят, а никто об этом в округе не знает. Причем не просто происходят, а ровно такими аутентичными, какими они были там в догомеровые времена. Значит, Ти-Ям – это сам ритуал, и одновременно это имя Бога или облако богов. Происходит этот Ти-Ям на юге Интии. Географически это Керала. Это территория дравидов. Это один из истоков вообще человеческой цивилизации. Происходит на севере Кералы. И потому, еще и потому, мало известно, мало сведений о Ти-Яме, потому что юг Кералы, он туристичен. На север мало кто ездит. Там и обстановка не очень такая приветливая для приезжих. Такой довольно криминогенный район. И маршируют такие веселые, молдзедунистые коммунисты с поправкой на индийский лад такого детского с флажками, серпами и молотами. В общем, там такой замес довольно странный. А в округе городка, небольшого городка Каннур, который называется на севере Кералы, расположено там около 800 деревень, где время от времени спорадически в зимнее время, как правило, происходят вот эти мистерии. Они происходят в зимнее время. Никогда не знаешь, в какой именно деревне это произойдет. А если ты не знаешь языка местного малоялом, то тем паче это трудно, потому что информации никакой нет. Она расклеивается на улицах, на заборах, на столбах. И только по картинке можно найти по характерной вот этот тыям. И дальше уже вступать в разговоры с неговорящими по-английски местными людьми, где это происходит. Брать рикшу и ехать. Значит, эти мистерии, как правило, длятся около суток в ночное и дневное время. Бывает такой вот каскад, который охватывает там 3-5 дней, чаще один. Суть состоит, ну, если в грубом таком виде, из такого пролога, что ли, когда, да, происходит это на храмовых подворьях, не в самом храме, но и не за оградой, а вот, как правило, на храмовом подворье. Разводятся большие костры. Перед началом тыяма, как бы, медиум номер два, назовем его так, вспомогательный, произносит распев пролога, призывающий тыям, призывающий Бога и возвещающий начало. Это длится около часа. Затем, собственно, начинается тыям. Выходит главный медиум, они называют его Пхагават. В невероятной, какой-то многоярусной космической одежде, от которого все подиумы сразу, вот это нынешнее наше представление о красоте и о прорыве сразу наносится на какой-то, ну, соответствующий масштаб. Это невероятно. Откуда это чувство красоты? Откуда? Это все ручная работа. Кто это делает? Это делают деревенские жители. Теям исполняют деревенские жители одной из низших каст, которая называется Ваннан. Когда-то в незапамятные времена, согласно поверью и легенде, король местный дал вот такую, как бы охранную грамоту, индульгенцию одной из вот этих групп на исполнение Теяма, вот этой мистерии. Такой вот как бы шекспировский глобус. Позднее со временем к нему подверстались еще несколько вот таких вот групп, которые, ну, тоже исполняют Теям, хотя у них нет такого бэкграунда, обеспеченности вот этой. Только две группы. Значит, группа состоит плюс-минус из 20 человек. Один, два максимум, ну, три, может быть, вот этих медиума, главных действующих лица, которые исполняют этот трансовый танец. И человек десять примерно музыкантов, это, как правило, барабаны и духовые. И вспомогательная как бы часть людей, которые наряжают, создают декорации, факельное шествие обустраивают. Ну, и строят вот эти вот все эти ярусы происходящей мистерии. Значит, мне, я об этом узнал несколько лет назад. С тех пор, конечно, заболел этим. И только в этом году, точнее вот в январе, да, в этом году, в январе этого года оказался там, в этих краях. И мне очень повезло. Я сразу как-то встроился, попав на один тейям. Вот целый каскад тейямов. Двенадцать дней я провел с разными трупами. И причем не в качестве такого пришлого туриста, а целиком мне удалось как-то влиться вот в их коллектив. То есть я спал на земле рядом с кострами, с ними, насколько можно было общался с ними, перемещался из деревни в деревню. Ну, так шли часы и складывались дни и ночи. Значит, что касается информации, даже с ними, с людьми, которые исполняют этот тейям, который они передают от отца к сыну, на любой вопрос, который чуть глубже поверхностных, ну, там, касающихся аксессуаров, например, или сюжетных коллизий, они ответить не могут. Вот эти стволовые, корневые вопросы, они за пределом их. Они, ну, вот... Это как воздух, которым они дышат, а человек задумывается, он перестает дышать. Так что сложный вопрос. Что касается вот вашего просмотра, я думаю, что здесь, конечно, очень много входов-выходов, точнее, входов, скорее, в происходящее. И этнографически. То есть можно вот так с головой удовольствоваться и ограничиться только этнографическим интересом. Другой вход – это эстетический, немыслимой красоты, ну, вы уже видите, да, что происходит. Немыслимой красоты. Это мистерия, эти наряды, это действо. Есть еще такой антропологический, что ли, ну, или эстетика антропологический. Вот меня очень сильно привлекающий, почему будет много очень крупных планов. Как это все происходит? Тут много очень всего, о чем хотелось бы говорить. Понимаете? Вы посмотрите, как танцует их телесный космос. Как мы давно это утратили. Какие певчие руки у них. Как они реагируют на происходящее вслепую. Они могут делать фантастической, изощренной работы, какие-то движения, при этом разговаривая со своим приятелем. Это за них, сквозь них танцует. Это проросло настолько и сохранилось в них, что диву даешься. Ну, вот я шалею, когда смотрю на это. А о чем это говорит? Это тактильная связь с жизнью. Это тот танец, который во многом мы, я говорю, мы, не имея в виду там только Россию, а Запад, да, утратили давным-давно. Мы инвалиды в этом отношении. А что это значит, если мы не вступаем в этот тактильный танец в жизни? Мы разъединены с нею. Мы говорим там, любим пофилософствовать, здесь и теперь, а Бог везде и нигде, а мы в настоящем. Слова пустое. Вот где, здесь и теперь. И Бога всклянь в каждом мгновении. Потом, вы посмотрите, это, конечно, публичное действие. Это зрители деревенские или соседних деревень приезжают люди, они смотрят. Как они на это смотрят? Это, конечно, это зрелище, с одной стороны, с другой стороны, это, конечно, мистерия с ее религиозной составляющей. Хотя здесь надо делать, конечно, поправку, говоря об индуизме или Индии и религии. Это ближе к мироощущению, чем к религии. И Таям, зародившись прежде индуизма, он, конечно, как бы, ну, обверложил и прочтопал, и прошел через индуизм и очень сильно вовлекся в индуизм. И, конечно, пропитан индуизмом. И весь пантеон богов также вовлекся в Таям. Они исполняют, вот эта труппа, они исполняют, ну, вот пишется, говорится, что около 400 сюжетов. Да, вот этот медиум, я прервался и сейчас вернусь, что делает? Главное действо в чем состоит? Вот этот медиум главный, он исполняет, он входит в транс для того, чтобы освободить канал, по которому этот Таям, этот бог, это божество, эта энергия в него входила. Вошедшая энергия, вошедший бог в него, в этого исполнителя, в этого протагониста, в этого пхагавата, вот он исполняет этот танец, эту мистерию. Она может быть не связана ни с каким сюжетным рисунком, а может быть связана. Эти сюжеты, они отсылают Махабхарате или к Пуранам, так называемым сказаниям, а могут быть не связаны ни с тем, ни с другим. Он просто может разыгрывать как бы образ, ну Ханумана, например. Таких вариантов около 400, хотя ходовыми является два-три десятка. Мы увидим несколько из них. Что-то я упустил. Важный момент. Значит, нам предстоит еще непростое пребывание с этим фильмом в том смысле, что я удалил речь. Мы будем смотреть это молча. То есть, комментариев не будет. Я поначалу, когда я начал снимать, как и все мы, естественно, безотчетно, я пошел вслед за речью. Я пытался комментировать. Я вовремя прикусил себе язык. Потому что мы привыкли жить вот в этом домике речи и стоять у его окна. Это, конечно, мы чувствуем себя защищенней, комфортней в этом логосе. Но есть такие моменты в жизни, когда мы встречаемся с выбитым основанием из-под нас. И здесь мне, конечно, кажется, что вот этот хватательный рефлекс интеллекта и эти речевые опоры, в которых нам комфортно, они нам могут сослужить плохую службу. Пусть это будет скорее дискомфортное в некотором смысле для нас положение, но будет оставлено до востребования, до нашего востребования, вот эта возможность непосредственного, может быть, интуитивного схватывания, проникновения и установления каких-то своих поверх речевых отношений с происходящим. Тем более, что объяснение, комментирование, ну, по уже понятным для вас причинам, здесь едва ли возможно. Это было бы псевдо-комментирование. Потому что, что нам даст, что в этот момент они там олицетворяют или там исполняют вот такую коллизию, вот такой поворот в сюжете, что этот аксессуар означает то, это бы только отвлекало наше внимание от сути, от происходящего. Давайте попробуем установить каждый из нас уж как сможет какие-то свои отношения вот с этим необычайным явлением. Значит, это будет происходить не так долго, полфильма. Потом я не удерживаюсь и вступаю потому что, комментарием своим, потому что мы войдем в самый экстремальный, в самый эпицентр Теяма. Мне повезло присутствовать на одном из Теямов, о которых говорить очень трудно, где человек входит ну просто в смерть. И не один раз, и не десять раз. И вот там Пастернак говорит, и там кончается искусство, и дышит почва и судьба. Мы много таких можем наговорить. Мы умеем разговаривать. Но сейчас мы увидим, когда слова отходят и начинается реальная жизнь. Они уступают делу. Я думаю, что Наталья Исаева, которая специально для этого показа прилетела из Парижа, скажет и остановится вот на этом моменте чуть больше. Поэтому я не буду сейчас продолжать вот на эту тему. Наталья Исаева удивительнейшим образом, мне кажется, именно тем человеком, который, ну в какой-то мере относительный, может репрезентировать вот этот едва ли поддающийся нашему пониманию это явление. Поскольку она, с одной стороны, историк философии, занимавшийся Киркегором. По другую сторону, индолог, который занимался кашмирским шиваизмом. И по третью, театровед именно той линии, где кончается искусство и дышит почва и судьба. И мне кажется, что вот этот трильяж в ней наиболее близок для отражения вот тех проблем, которые перед нами будут здесь. Ну вот, я в двух словах это попытался, все равно получилось больше. Теперь я передаю слово Наталье Исаевой. Дальше будет собственно фильм. И после этого, я надеюсь, мы немножко поговорим. Спасибо большое, Сережа. Спасибо вам. Ребята, вам слышно, когда я говорю, а то мне всегда к микрофонам очень трудно приноровиться. Нормально. Громче? Ага, да. Хорошо, я буду говорить громче. Не пугайтесь, если у меня в руках листочки бумаги. Это как раз не для того, чтобы говорить всякие подробности, вспоминать, правильно называть термины, а это для того, чтобы просто немножко сократиться, потому что если говорить просто так, то можно говорить, 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 а время-то уже ушло, а у нас фильм. И фильм, конечно, гораздо важнее. Гораздо важнее, чем любые мои слова, которые я могла бы здесь произнести. Но вот эти для меня семь ночей это яма. Это даже началось, знаете, еще до того, как я увидела первые кадры, потому что с какого-то названия вот эти семь ночей. И я представляла себе Сережу в его путешествиях, я представляла себе как в Индии, вот там, в Малабаре, где его пускают, пускают в места тайные, куда не всякий индус войдет. И видит он что-то рискованное, видит он что-то неожиданное. И вообще нужна эта ночь, нужна какая-то черная точка, нужна, из которой все потом разматывается, это как какая-то, не знаю, темная ночь души, вот эта ночь скура Хуана де ля Кросс. Нужно уйти в эту келью, и там внутри этой кельи, собравшись вместе, не знаю, с монахами, с актерами, из чего-то попытаться, попытаться распустить, попытаться вырастить цветок, попытаться что-то сделать, что будет уникальным, и что будет существовать только один раз. Ну, черные, черные еще потому, что Сережа сказал об этом, дровиды, конечно, черные, конечно, это не индари, конечно, это, знаете, тройбалисты, это, в общем, те вот маисты молодые, которые бегают, они очень часто связаны с этими племенными всякими разными установками, потому что есть какой-то тот прежний разгул, разгул крови, разгул тьмы, разгул трансгрессии, потому что, знаете, эти старые, те древние религии, которые опирались на представление о матери, о матери, о женском начале, вот в этом начале плодородия, которое вместе с тем и убивает, так же легко, как порождает. Вот эти все дровидские верования, верования племен, верования замешанные на культуре охотников, на крови, на черном цвете и на крови, вот это все было взято под крылом, под крыло индуизмом, но тоже особыми, особыми направлениями индуизма, потому что не случайно ведь пришел к ним, ну, скажем, кашмирский шиваизм, шактизм, какие-то варианты тантризма, потому что тут они слились в этой любви, в этом увлечении в любви к трансгрессии, в том, что находишь ты для себя что-то, важную мудрость, важную цель жизни, находишь для себя надежду и близкое дыхание бессмертия не в разуме, не в том, что ты рассуждаешь, не в том, что ты много знаешь, не в том, что у тебя хороший учитель и наставник, а в том, что ты умеешь достигать неких состояний, где открывается чистая энергия, где эта энергия перекрывает тебя и становится больше, чем ты, и она становится той пуповиной, ну, вот как Арту говорил, пуповиной лимба, которая соединяет тебя с чем? С потусторонним? А мы сейчас разберемся, с чем соединяет, потому что мне очень хотелось, чтобы у вас все-таки какая-то рамочка философская к этому была, и немножко еще рамочка театральная, связанная с современным театром. Я думаю, что это важно, иначе такой фильм может повиснуть как этнографический материал, а это никоим образом не этнографический материал, это что-то очень живое, что вообще нам нужно, и что вполне употребимо и в нашей жизни, и в нашей работе, и в чем-то, что мы любим, а не просто чем интересуемся в музее. Ну вот, если говорить, если говорить, о шиваизме, о кашмирском шиваизме, об идеях, основных идеях, то это все очень просто. Я сказала вам, есть шиваизм, шактизм. Вот уже все сказано. Шива – шакти. Шива – черный бог. И шакти, который дает ему энергию и жизнь, потому что без шакти, он попросту не может действовать. Он может смотреть, глядеть в этом белом свете сознание, но он совершенно не в состоянии не переживать, не творить миры, не действовать. Вообще, есть, знаете, такая замечательная шиваистская икона, это именно иконографическое изображение Шивы, то есть очень почитаемое, когда Шива лежит как мертвец, труп в местах для сжигания трупов на гхате, и над ним пляшет шакти или кали, или дурга, потому что это одно и то же. Это вот эта женская энергия, неумолимая, жестокая, страстная и страшная, красного цвета. Вот она пляшет над ним, и у него поднимается фаллос. Только за счет этого, за счет ее энергии он может творить мир, творить мир в некой вспышке, в некой вспышке, не знаю, выплеска, потому что всегда трансгрессия, всегда что-то выходит за границы прежней точки сознания, прежней вот этой биджа-мантры ом, а расползается и становится священными текстами, и становится в конце концов всем миром, который напряжен, который живет и который питается уже сам из себя. И вы увидите, когда будете смотреть фильм, вы наверняка заметите, может быть, если нужно говорить с философской страной о кашмирском шиваизме, то нужно знать две вещи только. Первое, это то, что есть вот эта раскручивающаяся воронка энергия, энергия дрожания, энергия, которая всегда, всегда вибрирует, всегда, всегда вспыхивает, вспыхивает мелкими вспышками спанда, спанда, которая пронизывает собой весь мир. От этого эти мелкие шажки танцоров, отсюда этот ритм, который их держит, отсюда этот ритм, который в конце концов соответствует миру, или же которому мир соответствует и пробует следовать. потому что, например, один из индийских мыслителей Гаудапада, который, в общем, для меня это мостик между Адвай-Тавиданте, чистым, представлением о чистом сознании, о Батмане, как чистом сознании, и кашмирским шиваизмом, у него любимый в Мандуке, кариках, любимый образ, это такая горящая головня, которая движется по кругу, движется по кругу все быстрее и быстрее. Это и есть то, что закручивает мир. И вот эти, вот эту горящую головня и факелы вы увидите в фильме. А вторая вещь, может быть, которая важна тоже для нас, это то, что кашмирский шиваизм говорит о том, что на самом деле, если ты адепт, то задача твоя узнать себя как Бога. Вот поэтому ты-ям. Ты-ям, потому что это дай вам, это божество. И тот актер, медиум, который выступает перед вами, с какого-то момента это приходит не сразу, потому что надо подняться, надо подняться, надо открыть канал, надо найти дыхание, надо найти цвет, надо найти энергию, надо в этом дрожании спанды раскрутиться так, чтобы в конце концов узнать себя самого живой. и вот тут мы приходим, может быть, в какой-то степени к разгадке того, зачем же, черт возьми, им нужны вот такие сложные костюмы, ну хорошо, ладно. У них, конечно, традиция. У них, конечно, это, да, все передавалось из одного века в другой, были учителя-наставники, и каждый жест что-то значил, и каждый цвет что-то значил, и каждый пласт костюма, каждый слой одежды что-то значил. Зачем так много? Зачем, если мы хотим вернуться к Богу, и узнать самого себя, как свет сознания, как эту энергию, которая держит весь мир, зачем так много подробностей? Ну, а потому что Бог не существует иначе, как выбрасывает себя постоянно, как один бутон, который раскрывается внутри другого бутона, как один бутон, который выстреливает внутри другого, он все время раскрывается разными формами, и живет в разных масках. Ему нужно для того, чтобы выразить, чтобы держать всех в этой энергии, держать самого себя в этой энергии, ну, благодаря саитию с шакти, конечно, ему нужно иметь оболочки, оболочки керасы. Вот мы начинали с дровидов, я говорила, ну, охотники, племя, трайп, прежде всего стреляем животных, пьем кровь, носим стрелы, меч и щит, все это нам нужно. Может быть, может быть, все эти орудия и оружие нужно и для того, чтобы защитить, защитить самую главную, самую главную ценность, вот ту, ту, дрожащую марьего света, тот язычок огня, который есть внутри. Для этого и нужны кончука, многочисленные керасы, которые надевают на себя этот воин, которые надевают на себя этот охотник, для этого и прежде губ уже родился шепот, потому что вначале есть звук и дрожание этого звука еще до того, как кто-то произнес, но потом нужно создавать того, кто осмелится сказать, потом нужно создавать эти губы, которые будут говорить, потом нужно создавать те уши, которые будут слушать, для того, чтобы вся эта история рассказалась, а историй много, Сережа сказал, вот где-то 800, но я читала, что 400, это ямов, вообще 450 примерно, это по числу просто тех деревень, где есть храмы, где разыгрывается это действие, это же в разных местах существует, есть какие-то, знаете, любимые сюжеты, конечно, там Ромаина, конечно, там то да сё, конечно, всякие сказочки, а я очень люблю вот такую историю, знаете, охотятся, вышли на охоту с Шивой и Парвати, а Парвати это то же самое, что Шакти, Парвати это то же самое, что Кали или Дурга, вот они вместе охотятся в некоем чёрном лесу, и там деревья, а Шива всё время подрезает дерево снизу, потому что он пьёт сладкий сок, а это, знаете, это такая, там это называется манху, в самой сказочке, это называется в истории, в истории, в такой как бы народной Пуране, это называется мадху, то есть, ну сладкое нечто, хотя на самом деле это просто маска для того, чтобы закрыть то, что он на самом деле пьёт, он пьёт опьяняющий напиток, он пьёт мадхи, это, знаете, в тантризме ведь есть концепция панча макара, то есть всё то, что нельзя употреблять в обычной жизни, там мясо, там рыбу, любовное соитие, опьяняющие напитки, всё это обязательно нужно адепту, если он идёт вверх, если он идёт в трансгрессию, если он надеется вспомнить себя как шиву, быть шивой, ему нужно обязательно переступить через границы, ну так вот, и, значит, пьёт он, пьёт, а потом сок перестаёт течь, а там обязательно эта мадья или мадху должна капать, это с раздвоенного язычка змеи кундалини, которая поднимается в тантре, знаете, по позвоночному столбу, с её раздвоенного язычка капает на наш раздвоенный язычок или на язычок шивы, потому что ему нужно ответить, ему очень видно, что как-то вот не получается, он хлопает себя по бедру, рождается сын, которого он посылает наверх на дерево, чтобы он всё-таки этот сок-то принёс, а тот, не будь дурак, начинает пить сам, начинает пить сам и забывает обо всём, потому что, когда ты вступаешь в это состояние, в это состояние, ну вот оно и есть, шакти, или у исихастов энергия, или у моего любимого Киркигора Лиденскальп, страсть, страсть, через которую только открывается Бог, Бог не открывается в сентиментальном дружестве, он открывается в импульсе страсти, с ним надо соединяться, знаете, необычными способами, ну так вот, наказывает он своего сына, ослепляет его, а потом ставит ему, ставит ему серебряные глаза, я вот смотрела, когда картинки из Таяма, там очень часто есть образ каких-то дополнительных глаз, которые открываются, какие-то дополнительные глаза, которые будут видеть иначе, и вот, чтобы уж совсем закрыть этнографическую тему, и чтобы не смотреть на это действительно глазами музейного работника, или интересующегося, любопытствующего человека, который вообще любит набирать много всяких разных знаний, как, что называется, где, что бывает. я вспомню, как Антоне Нарто, а была такая, как раз, когда он уже создавал свои величайшие произведения, в том числе театр его двойник, замечательный свой великий трактат, как он был потрясен явлением Балийского театра, а это как-то и я, но французы привезли Балийский театр показывать в Париж, вот как раз исключительно в этнографических целях, ну, чтобы люди ознакомились, озаботились, они же энциклопедисты французы, им же нужно все по полочкам разобрать, а я подумал, это страшно интересно, мы, конечно, в свою жизнь ничего такого не постим, но ведь как интересно посмотреть, как они там двигаются, и он, Арто, наверное, в западной традиции первым поставил этот вопрос, когда он сказал, посмотрите, у них все так кодифицировано, у них все так подробно, подробно расписано, и все жесты настолько, настолько фиксированы за, может быть, за много столетий, что это почти жесты не людей, а каких-то насекомых, и вот это повторяется, 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 очень точно повторяется, очень точно, как ни один французский актер никогда не повторит, а Балийский театр это ведь тоже как-то яма, это драматический театр плюс танец, потому что именно в этом медиуме, в этой среде энергия живет наилучшим образом, ну вот, и он говорит, что на самом деле я-то увидел, что нам нужны эти многочисленные маски, нам нужны эти многочисленные ипостаси действующих лиц для того, чтобы понять, энергия одна, и на самом деле есть один актер, и на самом деле есть один режиссер, и он делает это театральное представление для самого себя, и он развертывает мир и для самого себя в порыве, в страстном порыве, в саите, в шахте, в страстном порыве этой энергии, которая выплескивается наружу, потому что нет сил ее сдерживать, и на самом деле все эти оболочки, они, может быть, нужны только для того, чтобы духу, тому духу, который заряжен энергией, тому духу, который блестит искорками страсти, чтобы ему удобно было жить в этом гнезде, из многих-многих-многих слоев, из наших сознаний, из моих глаз, ваших глаз, из того, что делает танцор на сцене, из того, что делаем все мы, вместе, закручивая эту спираль для того, чтобы в конце концов была возможность и надежда остаться посередине. Ну и еще одна вещь, может быть, последняя вещь, на которой я хочу остановиться, потому что вы увидите тоже эти сцены вот этого аккуратного одевания актера, когда его только готовят к тому, что в него войдет божество, и он действительно станет таям, а как ученики приносят краску, элементы одежды, как они все это закрепляют, завязывают тесемочки, затягивают, красят, а он ждет. Это вот я говорила охотник, охотник, которого снаряжают, охотник воин, который идет на опасное дело, потому что всякий транс и всякое существование на границе в этом дрожании страсти и смерти, это всегда опасно. И вот эти надевают наручи, вот это все готовят, готовят, готовят. Откуда берутся эти ученики, как они относятся к своему учителю, к своему мастеру? Потому что для Индии очень важна традиция гурущища парампара, то есть от учителя к ученику, от одного к другому. И в театре это тоже очень важно. И Арту как раз об этом говорил, у нас нет театра, потому что мы не способны передавать энергию, потому что на самом деле учатся не мастерству, учатся не профессионализму, учатся не вот этим отдельным жестом. Из руки в руку передают энергию. И она перетекает. В этот момент, не в момент объяснения, из руки в руку живой учитель, ну как тот же Васильев, с которым я работаю, Анатолий Васильев, как он работает со своими учениками, это страшно, потому что он очень жесток. Он труден, жесток, и он очень любит их. И то, и другое видно одновременно. И они не могут оторваться. Те ученики, которые прошли сквозь него, через него, они влюблены потом всегда, даже если ненавидят. И они всегда возвращаются. А гуру Чища Парампара, знаете, я в Париже, в музее Гиме, видела в январе 15-го года выставку, выставку южно-индийской скульптуры, каменной и бронзовой. И вот там как раз был момент передачи. Знаете, ученик и учитель, ну такой огромный учитель, маленький ученик, я вам скажу, так уж по секрету между нами, даже не из рук, и не из руки в руку, не из руки в руку. Огромный фаллос учителя, который кладется на голову ученику. И энергия, которая передается так, в живом касании. Я не говорю, что они вступали в предусудительные отношения. Я говорю просто, что символ, а символ, знаете, это самое живое, это самое, может быть, физическое, что есть в нашей жизни. Вот для театра, для философии, для все равно какой творческой деятельности необходима обязательно эта традиция передачи, живой передачи, живой передачи энергии. Никакой скайп тут не заменит и не... Ну, поможет, но не заменит. вот так мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели этот фильм, чтобы вы посмотрели, как свидетели, потому что очень важно быть свидетелем этого акта, который перед вашими глазами развертывается, как ученики такими особыми серебряными глазами, специально вставленные. Спасибо. Еще буквально полслова, которое я упустил, и смотрим. Я не договорил о процессе этого ритуала, когда окончена собственно мистерия, этот танец бхагавата, медиума, заканчивается тыям, жертвоприношением. В прежние времена это мог быть черный буйвол или черный козел, сейчас ограничиваются такой вот рябой курицей, но вот времена мельчают, а затем зрители, их по-разному бывает, там от очень камерного состава, там может быть несколько десятков или сотен человек до нескольких тысяч, вот они выстраиваются в такую очень длинную многочасовую очередь к этому бхагавату, который усаживается на такой вот условный трон, и это, конечно, чудесно, потому что они нашептывают по очереди в ухо этому медиуму, этому бхагавату свои все печали, радости, тревоги, тот как бы транслирует им ту энергию и отпускает им, условно говоря, грехи, но это не носит характер вот такого нашего христианского представления о отпущении грехов, там это все очень как-то легко, весело, бытово, смешно, с какими-то чудесными курьезами и сценками происходит, вот, и я еще хотел, чтобы вы обратили внимание, хотя на лица, на глаза прежде всего главного исполнителя, несмотря на то, что это как бы обращено и без всякого как бы обращено к публике, к тем людям, которые пришли, посмотрите на самом деле, что происходит с этим актером, для него нет этой публики, глаза обращены внутрь, для кого он играет, он не играет, конечно, он живет и пропадает, я там в комментариях задаюсь вопросом, когда это по-живому было, сколько и были ли случаи, когда они не возвращались к жизни, потом, после фильма, я перепроверил все это, очень многие не возвращались, поэтому это, конечно, тот еще полет внутренний, тот еще танец, поэтому глаза их не для кого, неудивительно, что самые сильные мистерии, самые сильные тыямы, они же идут как бы, ну, сюжетно расположены один за другим, и вот начинается это там с вечера, когда деревня пришла в полном составе и многочисленно, потом ближе к полуночи или там к рассвету, ряды редеют, так вот, казалось бы, они должны были выстраивать от сильных к менее сильным эти свои представления, все наоборот, самые мощные тыямы происходят тогда, когда остаются считанные, ну вот, а теперь смотрим, спасибо, работает, да, вот передо мной сидит пара, я буквально только познакомился с ними, преподаватель тамильского языка и супруга его преподаватель санскрита, также здесь Виктория Лысенко, где она? Вот она, рядышком же буквально сидит, индолог, известный, чудеснейший человек, Архипцова, Таня, которая была в Индии и видела вот то, что вы видели сейчас на экране, это первая группа, которую я привез в эти места и она была чуть ли не единственной, когда группа уже переполнена в склянь была впечатлениями и просилась обратно, уже была середина ночи, она была единственная, кто умолял, не надо, я останусь здесь на ночи и ночи и ночи, только бы, только бы не уходить отсюда, только бы пребывать. Рядом Ольга Медвед тоже была в нашей Индии с нами, к сожалению, тогда еще это ям, не проявился, я не знал еще куда везти, иначе бы и Оля тоже оказалась там. Много очень людей, Андрей Тавров сидит, прекрасный поэт, которому, я думаю, многое есть, что сказать и до просмотра этого фильма, потому что есть какие-то истоки, какие-то точки резонирующие, которые объединяют многих из нас, которые сидят здесь, поэтому я смолкаю, мне хотелось бы услышать, ну, может быть, несколько фраз Таня Щербина, прекрасный поэт, здесь, вот, и... Ну, достаточно, что они нарушили законы физики, потому что есть единственный закон физики гравитация, так вот, я думаю, что для нас мы все вылетели, нарушив эти законы, внутри нас, и слава Богу, что единственное, что по-настоящему мы можем преодолеть это гравитацию собственного я, вот я думаю, что этот фильм дает эту возможность. Я, значит, вот, должен прежде всего сказать, что Юлия Марковна Лихановна, она моя супруга в чисто индийском смысле, то есть, как представитель гурушище Парампара, о которой говорила Наташа, потому что это мой преподаватель и коллега, действительно прекрасный знаток санскрита, вот, что касается фильма, то он, конечно, великолепен, тут говорить нечего, я, в общем, ну, кое-что тоже повидал в Индии, но до такого я, к сожалению, не добрался, вот, а те имя я читал, и, в общем, я, так сказать, общие вещи представляю себе, но, конечно, то, что вам удалось сделать, это можно назвать даже, извините, за банальное выражение, так сказать, подвигом, да, своего рода, вот, и я понимаю, что это специфическое очень зрелище, и, в общем, действительно, наверное, не на слишком широкие массы, но для людей, тем более, вот, значит, проникновение Наташа помогла, так сказать, энергетическую сторону осмыслить этого дела, и действительно получился вот замечательный, замечательный такой кусок какой-то жизни, нам совершенно неизвестный, но который нам надо знать, безусловно, спасибо большое вам. Ну кто, не стесняйтесь, давайте поговорим, мы же разойдемся, и Бог знает, когда встретимся в таком составе, на таком корабле. Вот, я хочу сказать, что в Индии, в общем-то, довольно много таких ритуалов, которые пришли к нам из очень глубокой древности в абсолютно неизменном виде, и надо начинать с тех ритуалов, в которых произносятся, рецитируются ведические гимны, я как-то имела возможность об этом, рассказать более подробно в передаче «Наблюдатель», но сейчас я хочу вспомнить одну важную вещь, которая, может быть, что-то объяснит. Значит, собственно, вот, каким образом сохранялись все эти ритуалы? Они сохранялись через механическое запоминание, без понимания смысла. Как запоминались ведические гимны? Они запоминались по звукам, исключительно по звукам. Письменная традиция не принимала никакого участия в этом механизме передачи паром-паре от учителя к ученику определенных наборов звуков. И это позволило сохранить эти тексты в их вибрациях, в их ритмах. И что, собственно, вводит в транс в этом ритуале? Вводит в транс вот эти барабаны, вот эти ритмы, эти звуки. А в трансе, в трансовом состоянии, конечно, но это известный факт, боль не чувствуется. Вот, есть вот такой момент. Но что еще здесь важно? Мне кажется, что вот наше отношение к знанию, оно несколько здесь неуместно, потому что мы себе представляем, что вот передается знание. то есть смысл. Да, есть традиция, скажем, эпическая традиция, с которой связаны Бураны, Махабхарата, Рамайена, которые действительно это передача по смыслу. Поэтому смысл множественен. И в каждом регионе Индии, чуть ли не в каждой деревне, есть какие-то свои нарративы эпические, которые отличаются местной спецификой. тогда как вот эта передача сакрального звука, она со смыслом никак не связана. Вот передаются определенные звуковые узоры, определенные структуры, и именно это позволяет сохранить ведийские тексты в звучании. Как они 3000 лет назад звучали, так они звучат до сих пор. И в Индии существует до сих пор огромное количество школ, таких специальных школ, где детей с очень раннего возраста, брахманов 6 лет, представители других кастов, чуть постарше, их, они используют этих, так сказать, детей, как, ну, скажем, записывающие устройства. И они просто запоминают наизусть огромное количество этих текстов. И это все равно, что, ну, чтобы мы их записали на магнитофон или на какой-то другой носитель. Вот эти люди выступают в качестве такого пушечного мяса, то есть, ну, записывающих устройств. Многие из них просто понятия не имеют даже, вот что они, что они воспроизводят. Они просто приходят, когда их приглашают для определенного ритуала, они этот ритуал исполняют вот по всем правилам. И, собственно, на этом их функция заканчивается. Есть люди, которые идут дальше, которые начинают задавать вопросы, которые начинают осмысливать то, что они запомнили наизусть. Но это уже идет развитие какой-то другого уровня традиции, мы скажем, такого философского уровня. А вот сами ведийские тексты, они передаются таким образом. Я думаю, что здесь тоже такая традиция, вы же говорили, что вы не могли у них выяснить ничего. Они просто это механическое знание, которое передается без осмысления. Вот так мне кажется. Спасибо. Сейчас Наташа буквально два слова хочет сказать, а я забыл, вот впереди видите этого могучего человека в соответственном насыщенном индийско-закатном цвете. Это Сергей Голубицкий тоже и друг мой близкий, и друг Индии, очень давний. Может быть, у него будет. Он просмотрел и полную версию, я не сказал вам, что мы сейчас смотрим короткую версию. Полная версия три с половиной часа, весь материал десять часов. Вот Сергей просмотрел несколько раз полную версию и тоже несколько раз короткую и многое. Ну, в общем, погрузился, я думаю, не меньше моего. Наташа. Да-да, я просто хотела сказать буквально несколько слов, поскольку я здесь не просто представитель, не знаю, эндологии, вообще не просто представитель науки, но в каком-то смысле я представляю живой театр, поскольку я видела в практике многие вещи, только не в Индии, а вполне в Европе, в практике Васильева. Я должна сказать, что если связывать это с нынешним живым театром, в том числе с театром в Европе, не с восточным театром, а с театром в Европе, то нам нужны прежде всего три имени. Это Арто, это Ежи Гротовский, это Анатолий Васильев, потому что там происходит вот такая передача. И тут меня немножко задело вот это замечание Вики о том, что используют ученика как записывающее устройство, его постепенно встраивают во что-то механически, чего он в общем не понимает, и чего ему не нужно знать, и не нужно понимать. Может быть, потом дорастет и поставит умный вопрос. в самом деле это не так все происходит. Это значит, что есть некий поток энергии, и вот этот поток энергии вибрации, он реально существует, то есть он просто физиологически ощутим. Он идет от учителя, который что-то умеет делать, и учителю даже не обязательно это демонстрирует, но он что-то умеет делать, и потом по этой накатанной клее вот в эту спанду входит ученик. И он встраивается в вибрацию, даже если он механически что-то запоминает. Да, главное не то, что он повторяет какие-то бессмысленные для себя звуки, главное, что он действует внутри фонетического потока. Ежи Гротовский уже в последние годы своей жизни, когда он работал, ну такая была лабораторная работа в Пантедере, там где сейчас Work Center, вот Марио Бьерджини и Томаса Ричардса, он экспериментировал не обязательно с сакральными песнопениями, он брал фольклорный материал и зачастую он брал какие-то тексты, которые не были переведены или не были понятны для учеников. И действительно на ритмах, на передаче энергии ученики входили и двигались вслед за учителем, и двигались они в общем в этом же самом направлении, потому что они попадали в эту спанду. Когда ты попадаешь в спанду, то ты рано или поздно ты доходишь до транса, если ты себя отпускаешь. Если ты делаешь в себе вот эту щелочку, дырку делаешь, позволяешь этому войти, то это тебя захватывает. А уж тогда ты узнаешь себя Шивой или там, не знаю, как ты называешь этого Бога. Но ты знаешь, что это Бог смотрит двоими глазами. Да, Архипцова Таня. Вы знаете, я говорю как свидетель, который там был на самом деле, да, и видела это. Дело в том, что это ведь артисты, они только здесь, в этот момент артисты, да. На самом деле это, как Сережа нам говорил, даже совсем простые люди, то есть почти низшая каста, которая в обычной жизни, ну, там, сельскохозяйственные работники и еще что-то и так далее. Но когда они собираются в этом месте и в это время, то все окружающие люди наделяют их абсолютно сакральным знанием. То есть они иначе к ним относятся совсем. Мало того, вот там был такой Бог Хануман, я была, собственно, именно на том Тееме, который здесь мелькнул. И я его снимала, этого человека, который исполнял этот танец и этот этюд. Он стал наступать на меня, я сначала реагировала естественно так, ха-ха, ну и что? Хотя, конечно, это завораживает абсолютно. То есть я простояла на ногах, мои товарищи сидели, а я простояла пять часов, и я не почувствовала никакой усталости абсолютно. И, значит, он на меня наступает, я отступаю, он подходит ко мне, ударяет по телефону, потому что я его снимала, ну я опустила телефон, и даже не потому, что мне не было больно, мне не было жалко телефон, но я как-то прониклась всерьез, отнеслась хоть на мгновение, я режиссер, театральный режиссер, и я, тем не менее, приняла не эту игру, а, как сказать, этот поток, понимаете, да? Мало того, и не может человек, поэтому я возражаю вам, мне кажется, что не может человек, не понимая, не понимающий, что он делает, что он играет, что он движется по вертикали, по вертикали снизу вверх, не может он обладать такой энергией. Не только этот ритм... Я ничего не говорила, я говорила про обучение, в школах... Понятно, понятно. Простите, вы стали просто таким будирующим моментом, вот и все. Ну да. И еще хочу сказать, что все окружающие люди, которые смотрели этот ритуал, да, с одной стороны, ну знаете, как люди приходят в театр, потом обожествляют артистов. Не совсем так. Не совсем так. То есть они относились... Просто была... Ведь особенно на южных людях очень видно то, о чем они думают на лице, да, в поведении как-то. И чувствовалось, что они где-то... Ну, то есть то, что они верят, что они в этот момент божество, это вот действительно так. Хотя, конечно, есть... Они нормальные люди, они понимают, где они находятся. Но совершенно завораживающий круг. Совершенно завораживающий. Причем я ходила, я снимала, я была в нормальном состоянии, меня не тянуло танцевать вместе с ними. Я не впадала ни в какой транс. Но энергия, сила какая-то удивительная. Вот это все действительно передавалось. Сережа, я очень благодарна тебе за то, что ты сподвигнул нас поехать, за то, что мы это увидели, за то, что ты нас отвез туда, потому что действительно это такой пра-пра-театр, который мы не сохранили совсем, а там это есть, и это очень ценно, по-моему. Просто браво и... Ольга Медведевна. Вы знаете, я была в одной из групп Сергея, но, к сожалению, тогда еще Сергей не открыл вот этого потрясающего действия. Конечно, сейчас я в полном потрясении, но все равно то, что мы видели тогда, потому что обычно люди, туристы видят совсем другую Индию. Моя мама индолог, она отдала 50 лет индологии, Елена Яковлевна Калиникова, и когда она умерла, она мечтала, чтобы я поехала в Индию. И вот я увидела Сережина репортаж и поехала. Вы знаете, это было, ну, действительно, это совершенно другой космос. Я безмерно благодарна Сергею, если кто отважится. Поверьте, это нелегко в этой группе, безусловно, но это открывается совершенно другой мир, совершенно другой космос. И, как говорил Киплинг, Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и им никогда не встретиться. Вот этот человек, который старается вот нам, западным, в общем-то, людям, приблизить этот Восток, раскрыть его в необыкновенную красоту, его глубину вот этих философских зданий, истинных знаний, которые мы утратили. И, конечно, когда я вернулась, я, безусловно, стала другим человеком. И то, что мы видим, то есть мы познаем, что вот это познание, оно безмерно совершенно. Сережа, огромное тебе спасибо за все, потому что это необыкновенный, действительно, подвиг. Спасибо, дорогой. Спасибо. Вот буквально несколько слов, мне все-таки кажется, что Сережа Голубицкий сказал бы, и Андрей Тавров, и, конечно, кто-то, может, еще, мы в таком сейчас блиц. Одно слово скажу. Я вот 35 лет с этой Индией в обвожусь, и живу, и уже, и на голове я каждый день стою, йогой занимаюсь, и санскрит учил, и хинди учил, все. И с Сергеем мы 40 лет знакомы. Но вот я помню, самая главная дискуссия, которая возникла, это между тем, понимают ли они, что они делают, или не понимают ли они. Мне кажется, у меня нет сомнений, я знаю ответ, но это мой личный ответ, я навязывать не буду, но скажу. У меня такое впечатление, что главное не это обсуждать, а главное обсуждать, что мы хотим от этой реальности получить. Мы хотим ответить на вопрос, что мы понимаем, или что индусы, или индийцы понимают. Это абсолютно разные вещи. Вот если я отвечаю на вопрос, что понимают индийцы, то я абсолютно согласен с госпожой Лысенко, они ничего не понимают. Вот на уровне рациональном. они слов таких не знают. Вот парампара, шиши. Ну вот я с очень большим количеством людей общался, я не видел. Им это не нужно. Они тоже не понимают, что им это недоступно. Им все доступно, но им это абсолютно не нужно. Они живут в абсолютно другой реальности. Они живут чувствами, чувственным миром. им джняна, вот это любят умные слова, она лишняя, это джняна, подзнание, путь познания. У них исключительно бхакти, у них исключительно вера, у них все исключительно через ритуал. Вот эти деятели, которые там плясали из низших каст, как я понял, по всему, по умученным курицам этим. Это не актеры. Это вот эти сельские люди, так сказать, самые простые, которые ничего. Если вы начнете с ними вести диалог о Сёрине Керке, они всех любят, будут вас обнимать, хинди, руси. Но они это не понимают. И не нужны им, слава богу. А вот теперь самое интересное. Мы их все равно не поймем. Мы живем там, мы с женой там, живем последние 12 лет. Он меня затащил. И мы с ними, ну, я их больше знаю уже, чем... Ну, мы с Риши Кеши начинали, естественно, потом мы убежали. Это слишком экстремально для нас. Мы живем в Южном Гоу, в жутком месте, в Палалеме, так сказать. Ну, это там, где хоть интернет. Ну, да. Но гораздо интереснее, что мы-то можем понять. Ну, вот я начинал туда поход, я учился на филфаке МГУ, еще до защиты. Я по социальной мифологии изучал диссертацию. Ну, вот я начинал по-нашему, по-гегельски. Я сел, санскрит учил, я мантры учил, я ходил в посольство индийское, йогу изучал, там, с гуру из Мумбаи, лакш-ман-джи до сих пор помню. И вот это все рационально, через голову я пытался, так сказать, пытался, 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 и ушел в тупик. Я понял, что вот, я не религиозный человек, ну, я пытался, так сказать, и так, и сяк, и так, и никак. Я понял, что это, ну, не мое. Ну, и, но, я же занимался, вот я запустил этот маховик-механизм, и остановиться не могу. И вот меня моя жена все время спрашивает, что ты читаешь эти мантры каждый день, если ты в это не веришь? Почему ты делаешь эту йогу, если ты это не воспринимаешь? Я в самом деле не воспринимаю. Мне Гегель Бриже, когда ему показали Бхага Вадгиту, у него истерика была, так сказать, рационально, естественно, от этого. Бесконечного множения сущностей, от нестыковок всего совсем. Ну, вот это мне ближе по душе. Но я понял вот эту потрясающую вещь, что вот реальность данную можно понимать исключительно механически. Вот страшное, конечно, слово, не хочу в 18 век французский уходить. Ну, вот получается, что тогда я каждый день делаю йогу, я читаю эти книжки там на хинде, так сказать, я медитирую, на голове стою. Абсолютно реально, механически. Я получаю это удовольствие. И в итоге я понял, что как, смотрите, я пришел туда, к этим самым, к этим самым моим родным индусам, которые книжек не читают, так сказать. У меня такое ощущение, что по-моему, мы одни читаем что-то и там знаем про Бхагавадгиту. Но они знают его на уровне реальном, на уровне ощущения. Вот эти театральные постановки, которые они там каждый день исполняют у нас под окнами, в октябре начинается там что-то страшное, они лепят этих великанов, вот, ходят, шумят, шумно как там, ты обратил внимание, это же, это основная особенность. Ну вот, это здорово. Поэтому я не то что призываю, но говорю, что не надо это рационализировать, иначе вы будете придете к тому, к чему пришел Гегель. Там невозможно, когда там 200 тысяч два миллиона имен богов, столько же аса, ну это бессмысленно рационализировать. Они множат сущности до бесконечности. Им все равно, сколько одно и то же явление можно называть, сколькими именами, хоть миллионом. Они, это с этим нормально. Поэтому не через рациональность, кто может, идет через сердце, там, через Бхакти. У русских туристок очень модно это дело такое. Они приходят и туда вживаются. А кто не может, попробуйте эту реальность воспринять на уровне механизма. Вот механизм. Надо сделать так, пойти сюда, ступнуть тут ножкой, там, прыгнуть в костер, все. И не думайте, почему. Вот. И я думаю, это перспективный путь развития. Так, вот я упустил, кстати, опережает меня, Аня Сычева здесь есть. Это удивительный человек, которому должны быть все любящие, во всяком случае, Индию, крайне благодарны. Она одна, в одиночку, частной, вот инициативой подняла и создала огромную территорию Индии, знания и любви к ней. Это большой сайт, который называется Индонет. И вот она одна же, в одиночку, я уже не знаю, два-три десятка раз ездила в Индию и обошла ее побольше моего. Я бы хотела присоединиться к точке зрения моего коллеги, предыдущего оратора. Дело в том, что я начинала не с Рейшакеши, я начинала сверху в Ганге. С маленького поселка Гамук, ну и дальше непосредственно к истокам Ганги. Вот это было мое второе путешествие. Но, собственно говоря, я примерно так и ездила, я была в паломнических центрах, я очень люблю индийскую архитектуру и путешествовала я чаще всего по тем местам, где туристов вообще не бывает и белых вообще никогда не видят. И поэтому, в общем, я могу сказать, что у меня за 17 лет путешествий по Индии, есть кое-какое представление, естественно, есть индийские друзья, местные жители, простые люди от крестьян Раджастана до высокородных браминов Тамила, там, да, христиан Южной Индии, тех самых даровидов. И вот, общаясь с этими людьми, я предпочитаю вообще общаться с индийцами, а не с европейцами, когда я бываю в Индии, я общаюсь иногда по-английски, иногда by hand, так проще, так понятней. Я поняла через какое-то время очень простую вещь, что для индийцев, для многих индийцев, по крайней мере, не для всех, вот те ценности, которые представляют для нас интеллект, ментальность, высшее образование, карьера, ну да, это все хорошо, но это не важно, это не главное, главное то, что есть внутри. Если два человека встречаются, они могут либо друг с другом просто общаться, либо друг друга любить, то есть воспринимать исключительно чувственно, не в плохом смысле, а в самом лучшем смысле. Индийские мужчины, не стесняясь, плачут, индийские мужчины, не стесняясь, выражают свои эмоции, самые разные, по отношению ко всем. Если кому-нибудь посчастливится увидеть, как индийский мужчина вытянется с детьми, не со своими, с чужими, вот это практически примерно такое же впечатление производит, как вот этот фильм. Не умаляй никоим образом достоинства этого фильма. Я просто хочу сказать о том, что индийцев, индийскую культуру и проявления индийцев, их не имеет смысла рассматривать с нашей рациональной точки зрения. Не стоит пытаться понять, почему они там три прихлопа, два притопа, почему там низкокастовые, которые, как все присутствующие индологи, да, я индолог-самоучка, а вы профессионалы, вы же знаете, что они же не допущены ни к чтению вет, ни... Они всегда делали ритуалы. Они делали ритуалы. Нет, я о том, что они не допущены к высшему знанию. Они просто живут. Они чувствуют Бога в себе и они его выражают. Почему они это делают таким образом или другим образом? Да Бог его не знает. Вот просто потому, что Бог в них реализуется таким образом. Поэтому я думаю, что, в общем, сравнивать с... Пытаться понять и пытаться сравнить с нашим театром, ну, занятие не очень продуктивное. А вот просто пытаться смотреть на них, восхищаться и пытаться поймать вот этот вот кусочек энергии, вот это вот их счастье, боль, восторга, восхищение. Вот просто пытаться впивать вот это вот глазами, то, что Сергей снял. И вот таким вот образом действительно можно понять этих людей. И их Бога в том числе. Спасибо, Аня. Я очень бы хотел бы, что сейчас Андрей Тобров сказал несколько слов. А я пока несу к нему микрофон. Хочу сказать, что из нашей группы вот пара. Алеша Пичугов, значит, с супругой находится. Еще одна пара находится. Володя Козис. У нас просто мощная команда нашей Индии, которую я вот совершенно нечаянно стал показывать, стал возить. Мне в голову не приходило. Делиться этим. Это были какие-то свои одиночные путешествия, прежде всего, в джунглях. Такие достаточно рискованные. Но вот с позапрошлого года я это начал. А Андрей Тобров, поэт. Спасибо, Сережа. Поздравляю с прекрасной работой. И я с большим интересом, с большой радостью все это посмотрел. И спасибо тебе большое. Ну, мне кажется, что из того, что происходило на экране, в общем-то, это родственно тому, что происходит, когда танцует сибирский шаман или когда на Руси исправляют праздник Пятницы, Пасхи. Не Пасхи, Господи. Как же это называть? Масленица. Масленица, да. Или Костромы, когда тоже с присутствием огня и все такое. Что происходит? А происходит желание человека соединиться с Высшим. И в каждом регионе это происходит по-своему. Где-то совсем скромно. Где-то вот на уровне такого полуфокуса, получуда. И что касается вот фокуса и чуда, я вспоминаю один... Я не был в Индии, поэтому я как дилетант рассуждаю. Но я вспоминаю один рассказ из жизни Будды, когда он пришел на берег реки, а ему говорят, а вот здесь вот великий отшельник такой живет. Он просто... Он 30 лет медитировал, и сейчас он может переходить реку без челнока. Вот просто так. Просто как посуху. Будда говорит, ну зачем? Для этого есть челнок. Зачем на это тратить 30 лет? Это фокус, это потрясает, но это до какой-то степени не главное. И вот мне кажется, что главное, оно бывает очень скромно, как, собственно говоря, вот сам Будда, он очень скромен был, он фокусов, и вот таких вот вагон он не прыгал, по воздуху в воздух, не поднимался. И мне кажется, что смысл этого праздника, всей этой огромной карусели, он вращается вокруг некоторого пустого центра. И он, собственно говоря, этот праздник создан для того, чтобы телами, да, через ритм прикоснуться вот к этому, к этой живой пустоте, которую не вымолвить словом, не обозначить никакой концепции, которую можно назвать неизреченным, высшим. И то, что соединяет вообще все, то, что делает мир единым. И это происходит и в шаманской пляске, это происходит и в русских праздниках, и это происходит в храмах. И кто как может пытается прикоснуться каждый в своей форме к этому неизреченному. Я почувствовал, что там есть эта живая точка. Спасибо, Сереж. Спасибо. Если кто-нибудь хочет еще сказать, а если нет, то просто вот с этим и будем дальше жить. Спасибо вам. Спасибо.